Всем привет, меня зовут Миша Ряженко, компания Elite Startup. Сегодня мы с вами поговорим про то, что такое бизнес-план и как его составить. Это актуальная тема. Сейчас, когда я записываю это в 2020 году, в конце 2020 года, гораздо, гораздо сильно отличается от того, как это происходило в 2008, например. Если вы такие сайты искали, попадались вам в гугле, вы наверняка были немножко недовольны результатом поиска и сегодня будете точно довольны. И переходите по ссылочкам внизу, чтобы подробную статью почитать в описании по этой теме на наш сайт, там же есть огромная база знаний. И у нас на YouTube-канале тоже подпишитесь обязательно, вот здесь поставьте колокольчик, выходит куча видео, получите оповещение и узнаете про все, что вас интересует. Скорее всего, многие из тем будут вам интересны. Поехали. Итак, бизнес-план. Коротко, прям вот суперкоротко расскажу вам, что такое бизнес-план в 2020, 2021, 2022 году. Очень неопределенная история. То есть построить бизнес-план и придерживаться ему от начала до конца, скорее всего, не получится. Это первый пункт. Второй пункт. Вы считаете юнит-экономику. С самого начала, неважно вообще абсолютно, чем вы занимаетесь, многие такие сейчас скажут, ну вот, у меня идея, там туда-сюда. Большая часть стартапов погибает от того, что они находят рыночный спрос. Неважно, стартап это или что-то еще. Но если мы говорим про бизнес-план, значит, вы хотите построить какую-то компанию. По сути, начнется она со стартапа, с какой-то идеей, которая может масштабироваться. Чем, кстати, стартап отличается от компании, можете тоже смотреть у нас на сайте. Различия очень-очень значительные. И если вы планируете замутить какой-то бизнес и хотите извлечь из него прибыль, логично. Если не хотите, кстати, можете сразу закрыть. Второй пункт. Вы считаете юнит-экономику. Для того, чтобы просчитать все метрики, определить ключевые метрики, отталкиваясь от тех чеков, за которые вы планируете продавать что-то. Причем, совершенно неважно, что вы будете продавать. Определите сначала, реально, я, может, сейчас ломаю вам мозг, но определите для себя сначала комфортные чеки. И количество повторных покупок, какую-то допустимую реальную конверсию в реальном каком-то диапазоне, которая позволит вашему бизнесу выживать, существовать, масштабироваться и зарабатывать. То есть, вот это все проработайте. У нас есть табличка на сайте, можете нам написать, если не нашли. Просто неважно, абсолютно комментарий можете оставить под видео. Просто залезайте, считайте юнит-экономику и понимайте кучу сценариев, при которых бизнес выживет, либо не выживет. Третий момент. Рисуете линк-анвас. То есть, да, уже очень сильно отличается от первоначального плана. Подробная статья и видео на канале, на сайте у нас, линк-анвас, все это есть. Рисуете линк-анвас. Там абсолютно универсальный инструмент представлен. Там можно просто все смоделировать, что касается той бизнес-модели, которую вы планируете. У нас ребята на занятиях рисуют линк-анвас, и потом просто у них есть уже готовый шаблон бизнес-модели с просчитанной экономикой, которую вы заранее просчитали. Вы по всем пунктам, которые есть в линк-анвасе, вы проходитесь, и у вас абсолютно четкая, готовая получается бизнес-модель. Четвертый момент. Это мой личный совет. Не надо делать тот бизнес и планировать, который влечет за собой много издержек, постоянных, фиксированных, и который при этом нельзя масштабировать на запад. Вот правда. Если его нельзя масштабировать, скорее всего, вы со временем потеряете к нему интерес. Ну, то есть, я бы этого не делал. Если, ну, обычно такие бизнесы, они либо уже сделаны, либо их сделает кто-то, кто за вас будет, грубо говоря, делать эту грязную работу, либо кто-то уже давно его сделал, у него есть какие-то источники дохода, которые не связаны с современными рыночными моделями, а мы работаем в них и ориентируемся на них. То есть, старайтесь придумывать такие модели, чтобы можно было их масштабировать. Пятый элемент. Lean Startup. Не начинайте разрабатывать какой-либо продукт или бизнес-модель, или начинайте реализовывать этот бизнес-план, пока вы не создадите прототипы, не протестируете ценностное предложение на какой-то аудитории. То есть, надо взять кучу аудиторий, попробовать им что-то продать. В качестве прототипа может вообще ничего не быть, может быть только обещание. Возьмите за это реальные деньги, и после этого уже делайте выводы, нужно это кому-то или не нужно. Делайте выборку до тех пор, пока вы не выявите реальную зависимость конкретной целевой аудитории, конкретного ценностного предложения, конкретного чека и, соответственно, наличия на него спроса. Шестой элемент. Где Lean Startup? Там и Customer Development. Глубинное интервью. Выяснить, почему люди покупают или не покупают. Ну, подробнее, опять же, все эти инструменты у нас на сайте, и есть все видео у нас на YouTube-канале. Обязательно смотрите. И только после этого, дальше я уже не буду рассказывать, разработка самого продукта и поиск команды, которая будет все это делать. До этого даже не думайте про это. Вы потратите деньги и, скорее всего, их потеряете. Вот честно. Прям абсолютно вот от чистой души не хочу, чтобы вы теряли деньги. Подробная статья по этой теме у нас на сайте, по ссылочке внизу в описании. И подписывайтесь на наш канал. Все эти инструменты у нас есть. Полазите, посмотрите, почитайте. Если что, пишите нам, мы вам обязательно ответим. Можете в комментариях, можете в Телеграме, где угодно. Компания или стартап. Ждем вас.